О самых важных событиях уходящего понедельника и минувших выходных расскажут корреспонденты новосибирских новостей Иоанна Кондратенко. Здравствуйте, коротко о главном. Строители взялись за вторую очередь улицы Георгия Коланды. Она ускорит путь для жителей родников и снегирей в центр, но строительство осложнила речка. Нервы под контролем учатся держать хирурги горбольницы. Сегодня врачи провели операцию по новой методике нейромониторинга. Новосибирские атлеты принесли золотые медали в копилку сборной. Новосибирцы болеют за спортсменов и отмечают День физкультурника. Два новосибирских спортсмена завоевали для российской сборной две золотые медали в Рио. Благожданную награду высшей пробы в тяжелом бою с датчанином выиграл борец греко-римского стиля Роман Власов и стал двукратным олимпийским чемпионом в полусреднем весе. Финальная схватка была очень тяжелой. Соперник действовал жестко и не давал ни секунды передышки нашему атлету. Но Власов выстоял, победив со счета 5-1. Несмотря на то, что в трех предыдущих поединках получил рассечение бровей и даже потерял сознание. Еще одно золото выиграла новосибирская саблистка Юлия Гаврилова. Лучшей она стала в командном турнире, поднявшись на высшую ступень Олимпийского пьедестала вместе с Яной Егорян, Софьей Великой и Екатериной Дьяченко. Сегодня весь Новосибирск будет болеть за боксерами Шуала Яна и Артема Вольвича. Он выступает в волейбольной сборной. Тем временем новосибирские паралимпийцы-фехтовальщики отправились сегодня в Москву на спортивные сборы перед играми в Рио. Несмотря на то, что решения о допуске российской сборной к соревнованиям до сих пор нет. Однако участники от Новосибирска саблист Виктор Дронов и шпажист Максим Шабуров в любом случае продолжат тренировки, ведь до паралимпиады осталось меньше месяца. Самые сильные соперники – китайцы и европейцы. Но шансы наших паралимпийцев тоже высоки. Для новосибирских фехтовальщиков, колясочников игры в Бразилии первые в карьере. Накануне несколько лет подготовки – работа уникальных специалистов, тренеров, инструкторов и медиков. Имитировать поединок помогают опытные спарринг-партнеры. Новосибирск находится на хороших позициях. И по многим видам спорта, в смысле по видам фехтования и по сабле, и по шпаге, ребята очень ответственно относятся. Молодых много у нас ребят. То есть, когда я раньше начинал один, у меня даже не было спарринг-партнеров. Ну, а сейчас есть по всем категориям. Город безграничных возможностей. Общегородской форум. С 22 по 29 августа. На улице Георгия Каланды кипит строительство. Подрядчик делает вторую очередь дороги. Она соединит улицу Лебедевского и Фадеева. После сдачи в эксплуатацию этого отрезка, путь в центр города для жителей микрорайонов Родники, Снегири и поселка Северный будет намного короче. Однако автолюбителям следует запастись терпением. Строительство осложняет работы по переносу одной из малых рек. Анна Гурьянова побывала на месте. Вторая очередь улицы Георгия Каланды дается строителям нелегко. Почти 900 метров дороги, которая свяжет улицы Лебедевского и Фадеева, подрядчик будет делать три года. Все из-за извилистой маленькой речки под названием «Вторая Ельцовка». Трассу прокладывают по руслу. Саму реку строители выпрямляют и отводят подальше от дороги. Мы переносим одно русло на одну противоположную сторону, делаем водоотводную трубу. Это считается как бы проездом нашим, будем говорить, мостовым переходом через реку. И река проходит на другую сторону. Полностью будут выполнены берега, отсыпаны щебенкой, облагорожены. Чтобы в перспективе потом можно было рассматривать возможность для отдыха наших граждан. Кроме работ по переносу участка реки и расчистке русла, строители отсыпают основания будущей дороги. Здесь торопиться нельзя. Поскольку идет замена грунта и очень высокая насыпь из песка, есть такое понятие «пригруз». То есть песок должен отстояться не менее года, пройти все просадки, которые предусмотрены природой самой. И только после этого можно дальше делать дорожную одежду на высокой насыпи. Как и первая очередь отрезок от Красного проспекта до улицы Лебедевского, эта дорога будет четырехполосной. Строители сделают тротуары и обочины, поставят светофоры и указатели. Для пешеходов построят мост через вторую Ельцовку. Стоимость этого масштабного проекта – более 400 миллионов рублей. Одним словом, работы очень много. Отсюда вот такая финансовая емкость вот этого участка и дороги. Говорим сегодня с подрядчиком. Подрядчик работает интенсивно. Говорим о том, что мы берем на себя обязательство, безусловно, выплачивать все, что потребуется. Это важная очень дорога для Новосибирсов. Она будет сделана, как я сказал, в 2018 году. После сдачи второй очереди улицы Георгия Коланды уже есть планы соединить эту дорогу с улицей Объединения. Тогда у жителей сразу нескольких отдаленных микрорайонов будет прямой и более короткий выход на Красный проспект. Анна Гурьянова, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Конечную остановку общественного транспорта на жилмассиве Плющихинском перенесут в район улицы Виталия Пателицына. Произойдет это, как только сделают стоянку для автобусов и оборудуют саму остановку. Пытаются застройщик решить и проблему ливневой канализации. Планируют сделать дополнительные дождеприемники. Перспективы этой идеи обсудили с заместителем мэра по городскому хозяйству. Встреча застройщика Плющихинского жилмассива и заместителя мэра по городскому хозяйству символично начинается на пограничной территории. С одной стороны дорога муниципальная, с другой пока принадлежит застройщику. Он сам ее прокладывал, сам же хочет переделать ливневую канализацию. Старая не справляется во время обильных дождей. Работы нужно согласовать. Алексей Джулай боится, что процедура затянется. По факту сегодня дорога моя. Я на своей дороге, чтобы взять разрешение на своей дороге, я буду несколько месяцев выбрать. Да мы это сделаем по аварийке. Мы это да, мы это сделаем по аварийке. Мы это сделаем по аварийке для того, чтобы было быстрее. На километровом участке улицы застройщик хочет сделать с десяток дополнительных дождеприемников. В одном из проблемных мест на остановке Сквер уже установили новые колодца. Бригада еще в пятницу трудилась целый день. Работали без документального согласования и детальных чертежей. Зато оперативно. К вечеру вместо четырех колодцев сделали шесть. Автовладельцы, регулярно плавающие по этой улице, надеются на лучшее. Ну мы посмотрим следующий ливень, как это будет. А как есть, Даниэр Софиулин проверяет лично. Заглядывает практически в каждый колодец. Сомневается в работоспособности подземных трубопроводов. Главный коммунальщик микрорайона тут же предъявляет снимки коллектора. Колодцы ревизионные через 50 метров. Вот заиливания нету, вход чистый. При столь разветвленных коммуникациях и регулярных потопах на жилмассиве, одних фотографий недостаточно. Ливневую канализацию должен проверить робот, оснащенный камерой. Поручение хозяину дороги заместитель мэра дает тут же. Заиливность может быть. Вы на пробку можете наступиться. Лучше перепроверьте и снимите вопросы. Значит, мне фотографии робот поработает. Через две недели на столе у меня документы. Схема ливневой канализации, где какие точки мы смотрим. Передавать дорогу городу пока не планируют. Прокладывали ее по соглашению еще с прежним руководством муниципалитета. Застройщик рассчитывает получить деньги, вложенные в развитие инфраструктуры. Пока же продолжает тратить. Хотя модернизация ливневой канализации отчасти работа над своими же ошибками. Алексей Фазлеев, Роман Семенов и Денис Савинский. Новосибирские новости. Для жителей отдаленного микрорайона Матрешкин двор запустили новый маршрут. Таким образом решается транспортный вопрос. В перспективе здесь даже могут проложить железнодорожную ветку для электричек. Правда, пока эти планы лишь на стадии обсуждений и соцопросов. С подробностями Александр Попов. Теперь через жилой комплекс Матрешкин двор ходит 88-й автобус. В перспективном, быстро застраиваемом микрорайоне это уже третий маршрут. Насчет всех не скажу, но 88-й, 17-го, 16-го происходит. Вместе с массивом Тулинка здесь уже созданы более 20 многоэтажек. Решение транспортного вопроса с трудом поспевает за темпами строительства. Днем транспорт ходит с завидной даже для центра города периодичностью. Маршрутки каждые 6 минут, автобусы каждые 15. Потому что, во-первых, уже день, а во-вторых, потому что сейчас так таково сильно нету народу большого. А так утром, когда здесь народу очень много. Самый наход как раз. Ну, человек 60, наверное, есть. Ну, потому что вот эта вся платформа всегда занята. То есть все стоят друг к дружке, достаточно много народу. Вечером очень плохо. С работы, когда едешь, с Маркса, особенно, вообще не уедешь. Мы вот с сыном ездим после школы, и получается, мы в пятую только маршрутку залазим. Есть трудности и у водителей. Конечная остановка временная, пока не оборудована должным образом. Ближайшая перспектива какого-то развития, на мой взгляд, это когда продлят улицу Петухова. Она пойдет вот там вот на заднем плане. И тогда уже там будет стационарная остановка, потому что вот эта, которую мы сейчас видим, это временная. Там уже будут стационарные остановки. Я думаю, там уже будет, возможно, какое-то большее наличие транспорта. Еще один вариант сделать остановочную платформу Чемской на железнодорожной ветке и запустить электричку. Насколько это интересно, жители микрорайона сейчас выясняют с помощью голосования в социальных сетях. Александр Попов, Денис Савинский, Новосибирские новости. Мэр обсудил тему поддержки и развития предпринимательства с представителями малого и среднего бизнеса. Основные вопросы коммерсантов по-прежнему касаются взаимодействия с надзорными органами, аренды и доступности кредитов. Производственным компанией мэр предложил участвовать в развитии промышленного парка, что создадут на базе НЗХК, а также сообщил о планах создать еще один бизнес-инкубатор. Ведь работа двух существующих эффективна, особенно для развития социального предпринимательства. Бизнесмены, в свою очередь, успешнее взаимодействуют с МЧС, Роспотребнадзором, но по-прежнему сталкиваются с неоплатой своих услуг. Отголоски 90-х, что они думают, можно кинуть, грубо говоря, и это сойдет с рук. То есть, если это поднять на обсуждение общественности, это, возможно, будет какой-то слом этого менталитета, и, я думаю, будет улучшение все равно. Держать нервы под контролем учатся хирурги. Сегодня врачи горбольницы провели две сложные операции на щитовидной железе с помощью системы нейромониторинга. Технология позволяет контролировать состояние нервов пациента и не позволит их повредить. Для новосибирских хирургов методика пока новая. Мастер-класс коллегам показал московский профессор. Наталья Корякина заболела ровно год назад. Самочувствие резко ухудшилось. Оказалась причина – в щитовидной железе. Сегодня женщине предстоит операция по удалению кисты. Пациентке, которая очень любит русский фольклор, сейчас не до песен. Плохо стало, дышка у меня, грудь стала давить плохо, шея стала болеть, давить все. Гормонов ноль оказалось. Хрипота или потеря голоса – наиболее частое осложнение при операциях на щитовидной железе. Хирург случайно может повредить гортанный нерв. С помощью нейромониторинга, когда аппаратура следит за нервной активностью, ошибки можно избежать. Чувствительная система предупредит о приближении к опасному участку. Вот этот прибор, тот, который будет регистрировать сигналы, по которому мы будем судить о том, нерв это или не нерв. Если нерв, то как он функционирует. Электроды устанавливают пациенту внутримышечно. Мониторинг ведут в режиме реального времени. Вероятность повреждения нерва сводится к нулю. А результаты такого контроля останутся в истории болезни пациента. Как свидетельство тому, что хирург все сделал правильно. Мы во время операции, прямо во время операции, можем мерить нерв. То есть мы можем знать, точно найти нерв, доказать, что он функциональный и точно его сохранить. Использовать нейромониторинг можно при любых операциях, не только на шее и голове. Методика работает там, где есть двигательные нервы. Стоит система недешево около трех миллионов рублей. Но реабилитация пациентов дороже, говорят врачи. Всего лишь дается три месяца максимально. Это такое светлое окно, промежуток, когда после каких-то нарушений функции этих нервов, еще можно эту функцию восстановить. Но ведь лучше же ее предупредить, повреждения, лучше профилактировать эти вещи, чем потом лечить уже следствие. Оперирует с помощью нейромониторинга по всему миру. В Новосибирске с методикой пока только знакомятся. Но работать с ней врачи уже готовы. К городской клинической больнице в год выполняют до 500 операций только на щитовидной железе. Ксения Ануфри, Валик Крылевец, Новосибирские новости. Благотворительный корабль «Церковь» отправился сегодня в отдаленные уголки Новосибирской области. Уже 20-й год на борту теплохода «Святой апостол Андрей Первозванный». Врачи, соцработники и священники. Они готовы помочь жителям глубинки. Люди, которые готовятся убирать большой хороший урожай, они ждут приезда наших миссионеров, участников этой акции. И мы рады, что можем чем-то им помочь и укреплять вот эту связь города и села. За годы плавания десятки тысяч человек смогли пройти медицинский осмотр, получить консультации по вопросам льгот и духовные наставления. За две недели плавания миссионеры планируют посетить более 50 отдаленных населенных пунктов. Медикам предстоит принимать в день от 40 до 80 пациентов. На девушек тяжелоатлеток и надежду российского футбола новосибирцы могли посмотреть на дне физкультурника. А самые решительные не только смотрели, но и пробовали силы. Например, на тренажере для парусного спорта. Как отмечали спортивный праздник, расскажет Александр Вяткин. Анастасия поднимает штангу в 60 килограммов. Это практически ее собственный вес. На девушку, которая с такой легкостью занимается тяжелой атлетикой на праздновании Дня физкультурника, новосибирцы смотрят с удивлением. Показательное выступление собирает немало зрителей. В тяжелую атлетику Анастасия пришла случайно. И сначала поднять над головой могла только один гриф весом 20 килограммов. История, в принципе, очень банальная. Просто одноклассник позвал, пошла посмотреть, понравилось. Начала заниматься. На Михайловской набережной в День физкультурника занимаются всевозможными видами спорта. Попробовать свои силы может любой, независимо от возраста. Вот этот снаряд – не просто развлечение. На нем спортсмены тренируют равновесие. Главное, чтобы понятие совпадало с физическими возможностями. Ух! Все! Падают, встают и продолжают тренировать устойчивость. Именно так любители парусного спорта оттачивают базовые навыки. На подобных досках соревнуются и на Олимпийских играх. Ты идешь перпендикулярно ветру. Держишься за гиг, управляешь парусом, наклоняешь его в разные стороны, чтобы менять направление доски. Мы сегодня сделали большую спортивную улицу с большими переулками, шахматными, танцевальными, творческими, футбольными, игровыми. И поэтому сегодня еще такая прекрасная погода. Поэтому я считаю, что у нас очень хорошо удалось, очень много ребятишек. Мы ожидаем огромное количество детей, семей. А среди этих детей, что идут в колоннах на открытии Дня физкультурника и представляют спортивные школы и секции города, возможно, есть будущие чемпионы мира и победители Олимпийских игр. А привести к большим победам в футбольную сборную России постараются эти мальчишки. Два года занимаюсь, но бывает по-разному, конечно. Бывает, играю плохо, бывает, играю хорошо, бывает, отлично играю. День физкультурника – своеобразный тест-драйв для тех, кто спортом еще не занимается, но очень хочет. К очередному наплыву новичков в секциях и школах после общегородского праздника готовы. Александр Вяткин, Роман Семенов. Новосибирские новости. И на этом все. До завтра.